Проблема Приднестровья, она провалилась на самое распоследнее место в списке озабоченностей людей. Нас никто ни в какую Европу не примет. Мой знакомый мне звонит, а то если меня не пустят, что делать? Я говорю, покажи телефон с моим номером, тебя пропустят. Сидите там в парламенте и не суйтесь, потому что мы заняты здесь покрытием преступлений, совершенных выборами на Плохотнюка. Человек 60 из его окружения оказалось в тюрьме. А некто Безбабченко, который уехал в Одесскую область, его даже убили. Мы расплачиваемся за то, что 15 ноября 2020 года и 11 июля 2021 года граждане Республики Молдова проголосовали за Майя Санду и за партию ПАС. Здравствуйте, дорогие друзья. С главными политическими новостями Лома на канале АВТВ. Тема нашей программы на сегодня – ветер перемен или начало весеннего обострения. Социальный бунт, нерешенная приднестровская проблема, повышение тарифов, повышение цен и так далее – это что? Это бездействие властей или это вмешательство извне? Или это какая-то третья причина? Постараемся в этом во всем разобраться. С моим сегодняшним гостем у нас в студии депутат Парламента Республики Молдова от ПДС господин Вазун Антой. Здравствуйте, господин Антой. Я вас приветствую в нашей студии. Господин Антой, я хочу начать с темы, да, с вопроса, в первую очередь, приднестровского, приднестровской проблемы, да, приднестровского конфликта, как его только не называли. Вообще, Конфуций говорил в свое время, не дай вам Бог жить в эпоху перемен, в кою мы сейчас с вами проживаем. Но почему-то этот ветер перемен надул нам больше проблем, нежели каких-то положительных моментов. Вот скажите, пожалуйста, в чьих руках сосредоточена власть в Приднестровье? Это холдинг шерифа или это Россия, Москва? С кем вести переговоры, с кем вести диалог, кому апеллировать Кишиневу в итоге по вопросу реинтеграции? Спасибо за вопрос. То, что происходит на левом берегу Днестра, это очень печально, если думать о людях, которые там жили, уехали и которые там еще живут. Потому что, согласно переписи населения 89-го года, последняя перепись в Советском Союзе, на левом берегу Днестра жили 750 тысяч человек, в одном террасполе жило 180 тысяч. Сейчас мои знакомые с левого берега утверждают, что в лучшем случае половина. Ну, из которых там около 140 тысяч пенсионеров, очень много людей в военной униформе. И, короче, так называемое Приднестровье превратилось в капкан для жителей этой территории. В заложники ситуации. Дальше. В то же время Приднестровье является полезным инструментом в международной сети организованной преступности, в основном посредством контрабанды. И если проанализировать события последних лет, то совершенно очевидно, что вся эта вывеска под названием Приднестровская Молдавская Республика держится на шерифе. В то же время шерифы, они как реальные бизнесмены, они понимают, что нужно соблюдать правила игры. Эти правила игры предусматривают, что их марионетка Красносельский является пророссийским политиком, российский форпост и прочая-прочая демагогия. Это, я говорю, это очень печально, потому что люди там, которые живут, они в западне. Я с некоторыми из них общаюсь и, в общем-то, знаю, какие там настроения. Я общался с людьми в Кишиневе, которые организовали разные проекты для молодежи с левого берега. Это современная молодежь, которая понимает, что происходит, которая ненавидит реалии на левом берегу, которые получили молдавский биометрический паспорт и карету мне, карету, как говорил Чацкий в свое время. То есть, то, что мы называем Приднестровским конфликтом, он прошел через очень глубокую трансформацию. Если в конце, в начале 90-х годов это было действительно, скажем так, жители левого берега были вовлечены в эти процессы, то сейчас они заложники. И когда сейчас внимание к Приднестровью опять вернулось, потому что, в общем-то, мы проходим, или я надеюсь, что уже прошли через самый острый кризис, это применительно к Украине, ой, что будет. Да, и, соответственно, появилось очень много и доморощенных, и зарубежных экспертов, которые начали обсуждать, что будет, если Россия ударит по Одессе, если Россия ударит из Крыма, как войска российские в Приднестровье себе поведут. И, конечно, для некоторых это было источником дополнительного стресса. Я, проанализировавши то, что происходило в декабре, я имел в виду не столько те ультиматумы, которые выдвинула Россия, а то, что, например, Красносельский съездил в Москву, ему там вручили письмо, которое он якобы направил в адрес госпожи Майя Санду. 24 декабря даже сам Дмитрий Козак съездил в Вену и обратил внимание, что вот Тирасполь готов возобновить переговорный процесс. Я сразу понял, что... Красносельский, я так поняла, он обвинял, да, госпожу президент в том, что она не хочет идти на... Кто он обвинял? На контакт. Кто он? Контакт. Кто? Красносельский. Да, кто такой Красносельский? В средствах массовой информации. Это, это, это марионетка в квадрате. Но что значит обвинял? Тем не менее. Он как тот патифон. Не, молодежь не знает, что такое патифон. Ну, вот так вот. Вы с точки зрения, да, более современных каких-то реалий. Нет, я понял, что Россия хочет нас сохранить в нашем качестве и представить в качестве положительного примера для Украины. А видите ли, Украина не хочет выполнять Минские соглашения и соглашаться на ту модель, которая согласилась в свое время Молдова. Поэтому я не ждал апокалиптических сценариев здесь, связанных с российскими войсками в Приднестровье. И с интересом наблюдал и наблюдаю за дипломатическими и иными баталиями вокруг Украины. И у меня складывается на сегодняшний день такой осторожный оптимизм в том смысле, что вероятность масштабного вооруженного конфликта с человеческими жертвами многочисленными на сегодняшний день, мне кажется, значительно уменьшилась. Но я этого варианта не исключаю, чтобы было понятно, что еще ничего не завершено. Вы знаете, это все равно оптимистический прогноз. Вот вы говорите, что вы даже при том всем, что вы не исключаете, но этого, возможно, и не будет. Но вы понимаете, что общество-то в растерянности. Мы-то слышим эту пропаганду. Вы понимаете, ну вот, вы очень правильное слово применили, пропаганду. Я вчера, ну, лайф, как сейчас говорят, наблюдал выступление президента Украины Зеленского в Верховной Раде. Он сказал там достаточно много эмоциональных вещей, но он также призывал к единству. И к единству в информационном пространстве. Я так переводил с украинского и помню, да. Потому что сейчас информация превратилась в оружие. А в том числе и анонимное, как он сказал, оружие, которое сеет панику, сеет раскол. И мы, как люди, живущие в 21 веке, мы должны понимать, что мы живем в эпоху информационных войн. И как никогда нам нужно критически осмысливать то, что мы видим на экранах телевизоров, то, что мы слышим, то, что мы читаем на различных сайтах. Потому что критическое мышление, оно никому не мешало. И особенно в таких кризисных ситуациях. Вот, господин Антой, мы это с вами понимаем. И вообще в любом случае процесс реинтеграции и все, что касается приднестровского вопроса, нуждается в информационной поддержке, в медийной поддержке, да? В пропаганде в конце-то концов. Нет, нет, пропаганда нет. Есть такое, извините, такое хорошее слово диалог. Диалог, хорошо. Потому что, ну извините, я не то, что набиваю себе цену, но в 99-м году я пришел на национальное телевидение, директором которого был тогда Аркадий Герасим, и говорю, давай сделаем передачу для Приднестровья. И в течение года абсолютно так, на коленке, я был ведущим передачи «Мосты». И когда я начал делать эту передачу, то тогда телезрители смотрели эфирное телевидение и не были еще подключены к кабельным сетям. Сейчас это не очень эффективно, потому что на левом берегу свои кабельные сети, у нас свои. Но люди на левом берегу, они так вдохновились, когда увидели передачу, которая говорит с ними о их проблемах, и мне удавалось еще вытаскивать в студию людей, которые не боялись, которые... Мы ездили на левый берег, не очень так, как это... Аккуратно ездили, запрятавшись с кассеты со снятым материалом. И люди, когда по указанию Воронина в октябре 2000 года эту передачу закрыли, 400 человек в Григорьевском районе подписали письмо, адресованное национальному телевидению, верните нам нашу передачу. А почему бы сейчас не вернуть такого рода передачу? Скажите, пожалуйста. Так вот, почему бы сейчас. Если вы возьмете социологический опрос, я, например, почти 20 лет проработал в Институте общественных политик, и мы каждый год дважды делали социологический опрос. И с одной стороны, меня люди считают, некоторые эксперты в проблеме Приднестровья, с другой стороны, я давно уже, лет 15, обнаружил, что проблема Приднестровья, она провалилась на самое распоследнее место в списке озабоченностей людей. Люди больше боятся отключения тепла в зимнее время, нежели нерешенности Приднестровского конфликта. А здесь я должен сказать одну неприятную вещь для нас всех, и для политиков, которые кричат, что мы идем в Европу и так далее. Где-то с 2009 года это стало таким повальным феноменом. Без решения этого конфликта и без решения проблемы в присутствии российских войск нас никто ни в какую Европу не примет. Безусловно, это ясно, как божий день. Поэтому, скажем так, прошло полгода после того, как сформирован новый парламент, и, в общем-то, я надеюсь, что новый вице-премьер, если мы с ним встречались. Я, правда, с ним знаком тоже с 90-х годов. И я рассчитываю на то, что молдавская власть, молдавское общество осознает необходимость диалога с людьми с левого берега. И некоторые люди на левом берегу криком кричат, когда вы, наконец, про нас вспомните. Не надо забывать, что 15 ноября 2020 года от общего числа людей, которые приехали на правый берег голосовать, да, там были очень разные люди. Кто-то за деньги, кто-то, но 14,2% из тех, которые приехали с левого берега, голосовали за Майю Санду. Один мой знакомый мне звонит, а если меня не пустят, что делать? Я говорю, покажи телефон с моим номером, тебя пропустят. Но вы понимаете, вы говорите, вот такое количество людей голосовали за Майю Санду, значит, они апеллируют к новой власти, значит, они возлагают какие-то надежды. Почему о них забывают? Почему молдавская власть так, ну не знаю, аморфно относится к примеру, вот я вам скажу, робко реагирует на политические преследования в Приднестровье? Олег Харжан, да, фракция Госдумы, поддержала. Геннадий Чорба, да, Госдеп. Почему молдавские власти так вяло реагируют? Это та проблема, о которой я могу сказать вам следующее, что вот тот факт, что общество молдавское в целом абсолютно индифферентно, не осознает важность решения проблемы в Приднестровье, оно отражается и на качестве власти, которую избирают люди. То есть у нас во фракции в декабре прошлого года был инициирован диалог на эту тему, и я очень рассчитываю на то, что ситуация будет меняться в сторону проактивной политики по отношению к жителям Левого берега. И к жителям, и, соответственно, к людям, которые высказывают свою позицию и сидят по политическим мотивам, они ждут поддержки. Здесь ситуация следующая. К сожалению, ситуация намного, намного, намного драматичнее. Вот, например, 10 февраля, через неделю, исполнится 5 лет, как молдавской полиции был задержан Юрий Гервозюк, ну, с паспортом гражданина Молдовы, здесь, на правом берегу. Его передали, как мешок картошки МГБ из Террасполя. Что потом произошло и 27 июля того же года, 17-го года, то есть 5 лет назад. Геннадий Кузьмичев. Точно так же. Злые языки утверждают даже, что это произошло через день, после того, как он встретился с Игорем Додоном и рассказал ему о схемах. Но неважно. Мне это говорили люди с левого берега, и этого не задокументировано. Мы не будем утверждать, да, должна быть какие-то аргументы. Но я могу сказать следующее. В предыдущем составе парламента, в СОЗОВе парламента, 20 депутатов подписали обращение в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы Генеральная прокуратура нас проинформировала, как идет расследование этого дела. Я повторяю, через неделю пройдет 5 лет. И Генеральная прокуратура выдала отписку, из которой следует следующее. Сидите там в парламенте и не суйтесь, потому что мы заняты здесь покрытием преступлений, совершенных в выборе имена Плохотнюка. Вот такой ответ мы получили. Как это расценивать? Ну а как это расценивать? Это называется сращивание. Сращивание. Я горд тем, что году, по-моему, в 17-м была издана брошюра по проблеме Приднестровья. Я там написал, что левый берег захвачен шерифом, правый берег захвачен Плохотняком. И это произошло криминальное сращивание. И это тоже проблема, которую надо решать. Тут есть много аспектов, да? Потому что, когда люди там обращаются в прокуратуру, а шериф проплачивает, и дела исчезают. Хорошо. Это прерогатива, естественно, сейчас действующей власти. А, кстати, вот я хотела задать вопрос. Создано ли уже, либо создается подразделение, в средствах массовой информации об этом говорится, МИДЭ, Министерство иностранных дел и европейской интеграции? Якобы, да? Новое подразделение, 10 человек, необходимо 3 миллиона из бюджета, и так, нашего дырявого, дефицитного, как говорится. Для чего необходима эта структура? Для того, чтобы решать проблему Приднестровья? Или у нас не хватает квалифицированных людей, кадров? Вы знаете, вы меня немножко застали врасплох этими вопросами. По той простой причине, что я здесь буду совсем не дипломатичен. Когда я сказал, что Российская Федерация бережет нас в качестве прецедента для Украины, то, что я имел в виду. 21 июля 1992 года было подписано соглашение о остановке вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. Это акт капитуляции Республики Молдова перед Российской Федерацией. Точно так же 12 февраля 2015 года были подписаны минские соглашения, в то время, как украинских солдат военных убивали в котле в Иловайске. То есть это соглашение было подписано с пистолетом у виска, с российским пистолетом. И те соглашения, на реализации которых настаивает сейчас Кремль, это тоже капитуляция Украины. И когда я говорю о том, что конфликт может все-таки быть, вооруженный конфликт, это если Россия поймет, что а, Запад не идет на уступки и никаких письменных гарантий, что Украина не вступит в НАТО, не может быть, и что Украина отказывается от реализации минских соглашений. Тогда я считаю, что резко возрастет вероятность конфликта, потому что сверхзадача Путина, так я ее понимаю, вот когда он говорит, что были даны гарантии о нерасширении НАТО не на один дюйм. Извините, если кто-то сказал что-то, так это было сказано президенту СССР, Горбачеву. А Владимир Владимирович Путин на минутку президент России. Но когда появляются статьи о том, что 11 июля прошлого года, что не существует украинцев как народ и вообще украинское государство как недоразумение, я в силу своей вредности хихикнул. Я говорю, наши унионисты должны были бы аплодировать Владимиру Владимировичу, если украинцы не существуют как народ, вот так Молдаване и подавно. Но это, скажем так, это ерничание. То есть вы хотите сказать, что все-таки... Я хочу сказать, я вернусь к той мысли. 20 февраля этого года исполнится 20 лет с того момента, как в Братиславе был учрежден так называемый пятисторонний формат, в котором Тирасполь якобы сторона в конфликте. А на чем настаивает Москва сегодня? На прямом диалоге с Донецким и Луганским народом. То есть генератором эскалации конфликта все-таки Москва является, да? То, с чем мы согласились 20 лет назад. Да? И давайте вспомним, что 10 мая, 98 мая, 97 года был подписан меморандум о нормализации отношений между Республикой Молдовой и Приднестровьем, где фигурирует понятие гарант. То есть Россия, вот будет решен конфликт, а Россия остается гарантом. То есть я с женой, если поругаюсь, то сосед будет гарантом, придет и наваляет меня, да? То есть вот это вот такая у нас схема решения конфликта. И что отсутствует в молдавском обществе, это действительно живая работа мысли, не кулаков, не оружия, которым у нас нет, а мысли, как нужно решать Приднестровскую проблему. Я считаю, что в Молдове есть ядро людей, которые этой проблемой живо интересовались на протяжении всего этого времени. Сейчас нужно сделать так, чтобы эти знания, они были как-то партия, действия, солидарность, восприняла вот эту проблему не на основе тех заскорузлых стереотипов, с которыми мы свыклись на протяжении десятилетий. Потому что деньги любят тишину. И для того, чтобы контрабанда работала хорошо, нужно имитировать интерес к решению проблем. Сейчас я могу утверждать, что среди нас нет тех, которые кормятся из этого конфликта, как это было в предыдущих. Но то, что нужно подняться на еще один шаг, и нужно это критическое осмысление ситуации, это да, это наше домашнее задание, которое мы решим. Хорошо, а почему бы не начать хотя бы с малого, то есть не сверху решения проблемы, а изнутри. То есть смотрите, при решении вопросов реинтеграции, что сейчас оговаривалось? Вопросы, касаемые дорожных знаков, автомобильных знаков, вот эта вот мелочь. То, что касается использования земли и прочее. А единое таможенное пространство? А финансово, а экономическое? Ну так, давайте вот вспомним еще, боже, приходится напрягать память, 96-й год, по-моему, 7 февраля, протокол решения некоторых проблем в области таможенной деятельности, да, подписанная господина Мирча Снегуром и так далее. И там было сказано следующее, что Приднестровье убирает свои таможенные посты в Донецк, да, в течение 10 дней получает таможенную печать Республика Молдова, Терраспольская таможня, да. И вдоль участка, эти 452 километра Молдоукраинской границы, которую Кишинев не контролирует, создаются совместные таможенные посты. Что мы из этого получили? Мы получили то, что отдали Террасполю печать таможенной Республики Молдова. Никаких таможенных постов вдоль Днестра не было ликвидировано. Точно так же ничего не было создано вдоль Приднестровского участка Молдоукраинской границы. И контрабанда была легализована той печатью, которую мы своими руками передали Террасполю. И сейчас так же самое используется эта система или уже сокращена? Нет, сейчас ситуация еще более извращенная. А, еще более серьезная. Потому что с 2008 года Республика Молдова получила от Евросоюза асимметричные преференции. То есть для нас были выделены квоты каких-то товаров, которые мы беспошлино могли экспортировать на рынок Евросоюза. Конечно, с самого начала в этом участвовали предприятия из Приднестровья. Давайте вернемся 3 марта 2006 года, когда начал действовать Европейская миссия по поддержке на границе. В начале был грандиозный скандал. Россия прислала две колонны гуманитарных грузов. В Террасполе были митинги о том, что экономическая удавка на шее независимого Приднестровья, что экономическая блокада и гуманитарная катастрофа. Потом 18 мая 2006 года и Москва, и Террасполе поняли, что Евросоюз, Украина и Молдова не откажутся от своих планов. Игорь Смирнов сказал, ну ладно, регистрируйтесь. И экономические агенты с левого берега начали регистрироваться в Кишиневе и начали реализовывать экспортные операции как экономические агенты Республики Молдова, получая таможенные документы и сертификаты о соответствии, но не платя ни копейки, ни бануцы, ни центов в бюджет Республики Молдова. То есть они очень комфортно устроились за пределами Молдовы. У них все, мы молдаване, в гражданском смысле. Так хорошо, а как пресечь эту ситуацию? Нет, я не говорю о том, что надо начинать с того, что пресекать. Я, например, был не в восторге от того, что украинская сторона с 1 сентября запретила перемещение с использованием так называемых приднестровских номеров. По той простой причине, что это задевает рядовых людей, которые, как я говорил в начале нашей передачи, заложники этой ситуации. Надо начинать с верхушки. Там нужно применять внутренний пряник. К сожалению, у нас что на левом, что на правом берегу страдают, в первую очередь, граждане, простые обыватели. Ну, как вам сказать, на левом берегу в данном случае ситуация достаточно специфичная. По той простой причине, что люди живут там в атмосфере страха. И когда мы говорим о политзаключенных, то да, те, которые имели неосторожность быть в окружении Евгения Шевчука, который когда-то в 16-м году, или когда он проиграл эти незаконные выборы, человек 60 из его окружения оказалось в тюрьме. А некто Безбабченко, который уехал в Одесскую область, его даже убили. Хорошо, господин Антой, давайте мы эту тему с вами немножечко я хочу подытожить и все-таки поговорить, потому что я заявила тематику очень обширную, а мы говорим только о Приднестровье. Все-таки, да, со стороны властей, да, со стороны действующей власти Республики Молдова, какие, я не говорю конкретно, какие действия, потому что на эту тему уже сто раз говорили. Сейчас есть определенные программы, да, определенные шаги по отношению к Приднестровью. С кем будет вестись диалог? Кто будет уполномочен со стороны Республики Молдова? Нет, но есть уже вице-премьер, Олег Серебрян. Есть вице-премьер, пожалуйста, он какие-то заявления уже делал. Нет, он уже начал свою деятельность, но в рамках этой классической парадигмы. Five-plus-two, диалог. Да, сделан акцент на правах человека, это очень важно. Здесь у нас очень большой пробел, к сожалению. Но, как я говорил еще во времена Плохотнюка, власть, которая презирает здесь людей на правом берегу, не будет заботиться о тех, которые на левом берегу. Здесь сейчас ситуация меняется. Я надеюсь, что Молдова станет гораздо принципиальной на предмет того, что права человека на левом берегу, чтобы они так грубо не попирались. Будут соблюдены, по крайней мере, по отношению. Нет, знаете, когда молодого человека берут, так называемую, Приднестровскую армию, это что? Да, и не только. И не только, да. Это все точки в воздухе, не хочется просто их озвучивать, по крайней мере. Ну, почему не хочется? Посмотрите на сайты Суворовского, Тираспольского училища, как из детей делают зомби. Ну, в Суворовское училище идут по своей доброй воле. Это же не армия. Это дети. Их туда приводят родители. Кого из них готовят? Мы же не в Советском Союзе как бы живем. Господин Антой, давайте поговорим с вами о других проблемах, которые стоят сейчас у нас на повестке дня. И, естественно, хочется коснуться темы энергетики, вопроса энергетического кризиса, газового вопроса, вот это рост тарифов, рост цен на продукты питания, в том числе вот Франзелуция сейчас уже подняла цены на хлеб и так далее. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Я даже не знаю, как сказать, потому что на самом деле, вот господин Спыну говорил о росте тарифов. Он сказал, что более чем 14, там, с чем-то, да, с какими-то копейками, конечному потребителю не будет. Сейчас у нас мы видим другую цену. То же самое касается бензина. На сегодняшний момент это уже 23, тоже опять-таки с копейками. Что происходит? Что происходит? Для того, чтобы понять, что происходит, нужно посмотреть, что происходит в мире и на европейском континенте, в частности. Когда я говорю в мире, то когда начался этот энергетический кризис, это почему начала расти цена на газ на европейском рынке, в том числе в качестве фактора была засуха в Бразилии, уменьшился дебит рек на гидроэлектростанциях, и Бразилия начала закупать сжиженный газ. То же самое происходило и на азиатском рынке, где там Китай с Австралией что-то поругался, пытался перейти, отказаться от угля, и начал закупать по 1200 долларов, 1000 кубометров сжиженного газа, который ушел с европейского рынка. И как раз недавно я смотрел эти цифры. Да, Газпром поставляет по газопроводам, по этим контрактам долгозрачным, около 175 миллиардов кубометров газа на европейский рынок в год. Но если мы посмотрим на объем продаваемого газа на спотовых рынках, то в 2020 году Газпром продал 27,5 миллиардов где-то, а в прошлом году 7,5 миллиардов, и с августа прошлого года, это было в первой половине, он не продал ни одного кубометра на спотовых рынках. И на европейском рынке получился, на мой взгляд, искусственный дефицит. Вот 4 февраля еврокомиссар по энергетике поедет и полетит в Азербайджан, договариваться о том, чтобы Азербайджан увеличил поставки на европейский рынок природного газа. И, соответственно, еще в 2012 году был в Евросоюзе реализован такой, так называемый, крэш-тест. А что будет, если Россия вообще отключит газ? И сейчас, почему эти рынки лихорадят? Когда Вашингтонская администрация говорит о очевидном опасности конфликта между Россией и Украиной, вернее всего, но возобновление конфликта, тогда, естественно, газовый рынок тоже будет лихорадить. А у нас что, наша формула, по которой мы рассчитываемся? Это 0,7 умножается на цена нефтяной корзины, как мы говорим. А цена нефти с 40 долларов за баррель в прошлом году выросла до 90. Сейчас, да, и, соответственно, да. И 0,3 умножается на цену на спотовом рынке. И, соответственно, у нас эта цена подскакивает. Сейчас вот немножко... Да, вот сейчас в Европе цена снизилась до 990 долларов за тысячу кубометров. А когда два года назад она по 90 долларов продавалась... Так вот снизилась, а у нас тарифы на РЭ повышает. Так как? Так нет. Мы повышают, исходя из того, что... Задним числом, кстати, вот это тоже поясните, пожалуйста. Подождите, Молдова-газ. Что такое Молдова-газ? Нам продает газ Газпром. Сколько процентов акций имеет Газпром Молдова-газ? 65 процентов. Можно даже сказать, что это дочернее предприятие. Это дочернее предприятие. Газпром сам себе продает, да. И здесь на минуточку я могу сказать, что Левый берег потребляет больше газа, невзирая на то, что там живет пол Кишинева, да? Меньше. Ну вот опять палка двух концов. Потому что там майнинг идет, лихой. Друзья Игоря Николаевича Додона майнингом занимаются. Потому что там работает Кучурганская ГРЭС, сжигая газ, за который не платится. Потому что там жители Левого берега платят первые 500 кубометров, 5 центров за 1 кубометр. Это в 17 раз меньше, чем у нас начислены тарифы на правом берегу. Понимаете? То есть мы расплачиваемся за себя из-за того парня? Из-за того парня. И мы расплачиваемся за то, что 15 ноября 2020 года и 11 июля 2021 года граждане Республики Молдова проголосовали за Майя Санду и за партию ПАС. Я это говорю как гражданин Молдовы, а не как политик. Потому что та же премьер-министр Наталья Гаврилица, надеясь она выскочит из ковида без последствий, да, она высказывала свое недоумение. Ну, она не может себе позволить то, что могу позволить себе я. Что условия оплаты за потребленный газ абсолютно такие же в новом контракте, как и в предыдущем. Только раньше Газпром философски смотрел, что Молдова зимой накапливала какой-то долг, за который расплачивалось летом, когда тарифы снижались. Но оказывается тот миллиард кубометров или 1,3, который мы потребляем, это такая критическая величина для Газпрома, который мировой глобальный игрок. Что вот мы именно должны вот платить и для того, чтобы Молдова Газ, в которой Газпром имеет 65% стал платежеспособным, набрал эту денежную подушку, мы вынуждены были проголосовать в парламенте чрезвычайное положение в энергетике, в энергетическом секторе. И мы вынуждены идти по пути повышения, как мы говорим, задним числом, хотя мы еще не платили за январь. Еще не платили, но уже было озвучено. Да, но здесь я абсолютно согласен с тем, что нам еще предстоит наладить эту ситуацию в энергетическом секторе, потому что тот же бизнес, он должен как-то планировать свои расходы. И это такие сюрпризы ему, конечно, не помогают. Но я повторяю, это форс-мажорные обстоятельства. Вот в воскресенье в Камрате состоялся митинг, до этого был в Чадерлунге. Ну и я... За собой всю Молдову. Поэтому относимся с юмором к митингам. Подождите, к митингам, да, но вот я пока не забыла. Не-не-не, к некоторым логинам. Депутаты НСГ, что сказали? Мы хотим отправить свою делегацию. Это возможно? Не, подождите. Ну, люди развлекаются кто как может. Так это депутаты народного собрания? Я о другом хочу сказать, что если бы я, например, вышел на какую-то акцию протеста, то я взял бы картонку, написал бы на ней Владимир Владимирович Путин, не морозь нас, и пошел бы к российскому посольству. Потому что газ идет... Вы подали прекрасную идею. Нет, подождите. Газ идет из России. Через Молдова газа, где Газпром имеет 65%. Я хочу сказать, что, возможно, Андрей Спыну не самый опытный переговорщик с Газпромом на этом земном шаре. Но ни на секунду нельзя заподозрить, что он не пытался выторговать более выгодную цену. Эту цену нам навязал монополист, да, в нашей маленькой Молдове. Значит, надо обращаться к монополисту, если нам не нравятся тарифы. Потому что при всем, при том, мы уже поняли, что если ты что-то купил, вернее, ты хочешь что-то потребить, неважно что там, кусок хлеба, килограмм картошки или бутылку вина, ты за это должен заплатить. А эта цена определяется Газпромом, а не нашим правительством. Это абсолютно дешевая провинциальная провокация, что вот якобы Майя Санду должна была смирить гордыню и поехать в Москву, так как сделал президент Сербии. А вот сейчас, буквально вчера, Путин встречался с премьером Венгрии Орбана. Ну, у Орбана в апреле выборы, ему нужно что-то предъявить своими, избирать. Так Орбан до какого года был подписан контракт? На 15 лет, на 15 лет, огибая Украину, потому что вот мы подписали контракт на 5 лет. Но возникает вопрос, а какие такие 5 лет, если в конце 2024 года истекают обязательства России качать газ через украинскую газотранспортную систему? Ну, а Северный поток там и так далее? А, Северный поток, это же, мы тоже видим, что это конфликт вокруг Украины. Надо сказать, что позиция Германии здесь неоднозначна, мягко говоря, потому что консорциум по финансированию Северного потока-2 был создан в 17-м году, когда уже война в Украине 3 года шла. И люди не могли не понимать, что Северный поток-1 построили без лишнего, как говорят, шума и пыли, и это чисто коммерческий проект. Но они не могли не понимать, что Северный поток-2 получит совсем другой смысл в ситуации, когда Россия находится, Германия находится в состоянии войны с Россией. Поэтому и Северный поток сейчас подвис, да, и поэтому вот эта ситуация, когда Россия не продала ни одного кубометра газа на спотовом рынке и поддерживает эту напряженность на европейском рынке, большинство экспертов, которые не финансируются Газпромом, по крайней мере, считают, что это шантаж Кремля для того, чтобы заставить Евросоюз как можно быстрее сертифицировать Северный поток-2. В ситуации, когда, извините, украинская газотранспортная система позволяет без проблем обеспечить все поставки российского газа на европейский рынок. А тарифы будут и дальше расти? Я считаю, что они будут снижаться по той простой причине, что вот я сказал, что европейский комиссар по энергетике поедет в Азербайджан, в Европе строятся усиленные терминалы для сжиженного газа, в Норвегии отложили там, как это, модернизацию какого-то завода по сжиженому газу, Алжир, Катар, в общем, там есть. Европейский Союз сейчас предпринимает усилия для того, чтобы обеспечить поставки газа из других источников. Это, соответственно, должно привести к падению цен на европейском рынке, что косвенно отразится и на нас. Но здесь я должен сказать, как бывший инженер, такую очень неприятную для меня вещь. Я много-много лет, где-то две как минимум читал энергетические стратегии Республики Молдова. Если сейчас это прочесть, это, знаете, кто в армии служил, то в цирке не смеется такое выражение. Но этот цирк был написан правительством Молдовы. Где наша ресурсосберегающая экономика? Где наши альтернативные источники? Я говорю, мы живем в этом Кишиневе, мы отапливаем атмосферу в этих бетонных клетках с этими системами теплоснабжения и прочее, и прочее. И, конечно, мы платим цену за коррупцию и некомпетентность предыдущих властей. Вот сейчас я видел, что Андрей Испыну, которого много критикует, были подписаны контракты по модернизации термоэлектростанции в Бельцах, подписан контракт на постройку электропередач в Вулканежск-Кишинев. Но в энергетике не бывает чудес. Здесь нужны долгосрочные инвестиции, большие инвестиции, которые годы требуются для их реализации. И в то же время Молдова и Украина проведут тестовый режим по изоляции от Российской Федерации. Это будет альтернативой той ситуации, которую мы сейчас видим. И подключение к европейскому рынку, понимаете, за энергоресурсы приходится платить. Но это избавит нас от политического шантажа. Но, по крайней мере, стоит надеяться на этот положительный исход. Ведь никто же не говорит о том, что, по крайней мере, в Республике Молдова, нам нужна диверсификация без политического шантажа. Чтобы мы могли выбрать тот газ, то электричество, которое дешевле, и потреблять его без того, что нам диктовали, вот какой статус должно иметь Приднестровье. Ну, по крайней мере, это вопрос решаемый. Власти-то этим и занимаются? Нет, но я говорю, он решаемый, но для его решения нужны годы. Потому что это инвестиции долгосрочные. Вот только одну линию электропередач построить, это высокое напряжение, это три года нужно. Ну, по крайней мере, задел какой-то уже. Задел, да. Ну, вот сейчас, я специально взял с собой, но не буду доставать. Вот кто кричит. Кричат в основном не те люди. Около 700-750 тысяч семей получат на основе того бюджета, что мы голосовали, вот и так далее, получат субсидии в связи с повышением тарифов на газ и на коммунальные услуги. Повышены субсидии на холодный период, ликвидирована эта необходимость доказывать, что ты бедный, вот это, да. Повышение вот этого тарифа, который сейчас, да, оно не коснется тех, которые потребляют до 150 кубов метров, они будут платить тот же тариф, который был заложен в первом волне вот этих компенсаций. И это 2,7 миллиарда лей правительства, наш дефицитный бюджет, который можно было бы потратить на дороги, на образование, на здравоохранение, мы тратим на компенсацию, и чтобы помочь людям перевалить через этот самый тяжелый, сложный зимний период. Ну а то, что есть у нас крикуны, которые считают, что сделать на этом политический капитал, ну что же, это наш уровень политической культуры. Ну, к сожалению, мы имеем то, что имеем. И, кстати, вы одну такую интересную вещь сказали, что это результат коррупции, да. Коррупции и некомпетентности. И некомпетентности прошлых правительств, да, прошлых властей и так далее, и так далее, те, которые были у власти определенное время. Но, тем не менее, кстати, вот я хочу вас все-таки спросить, потому что сегодня буквально произошло это событие, были задержаны несколько бывших депутатов, решетников, да, Виолетта Иванов там и Ижи с ними. Это что, это отвлечь граждан от насущных проблем, или это действительно борьба с коррупцией? Вы знаете... Слушайте, я понимаю, почему вы улыбаетесь. Нет, я улыбаюсь, почему? Потому что в предыдущем составе парламента я написал в Центру национальной антикоррупции, в национальный антикоррупционный центр, как депутат обратился. Что там с теми депутатами, которые пачкой ушли из Компартии... Ну, они сначала ушли в ДПМ, потом кто-то пошел к Шору, потом... В ДПМ, я говорю про ДПМ, потому в ситуации, когда госпожа... Госпожа из Сорок, извините, забыл, как из партии коммунистов, она утверждала публично на какой-то передаче, что к ней тоже подходили, предлагали деньги. И Ченеа мне ответила, отписку, да, но когда я посмотрел список лиц, которые... Это те люди, фамилии которых фигурировали в моем, так сказать, обращении в Ченеа. Может, кто-то его достал и еще раз посмотрел свежим взглядом. Я не знаю. Но я здесь хочу сказать, что вы затронули очень болезненную тему. У нас нет недостатка в маске шоу. А я как гражданин этой страны понимаю, что нам нужны не маски шоу, а если человек нарушил закон, он должен быть осужден. И общество должно увидеть его... А мы видим, что отпускают. Задержали, отпустили. А когда я вам сказал, что я... Задержали, отпустили. Для кого-то хоть одного человека. А когда я вам сказал о том, что мы как депутаты обратились в прокуратуру, и какой ответ мы получили? Это в ситуации, когда семьи Кузьмичева и Герваджука уже обратились в Европейский суд, и через какие-то годы мы с вами заплатим за вот этот беспредел, который творится на правом берегу Днестра. Слушайте, но вы же осуществляете уже и судебную реформу, вы осуществляете чистку в прокуратуре. Хорошо, не буду говорить слово реформа. Я знаю, что уже... Да, слово реформа становится почти что матерным, извините, конечно. Но если послушать моих коллег, которые занимаются этой проблемой, здесь так же, как и в энергетике, быстрых решений не бывает. Потому что... Ну, я не хочу злоупотреблять этим примером, но когда 14 июня 2019 года у нас было два правительства, Майя Санда не могла войти в здание правительства, а Павел Филипп не хотел уходить из здания правительства. Из 637 прокуроров, списочный состав Генеральной прокуратуры, по-моему, 612 подписали письмо, которое интерпретируется как поддержка плохотника. О чем мы говорим? Но мы же не можем прийти и выгнать всех, и пойти в роддом, и взять оттуда 637 невинных младенцев, одеть их в мундиры, чтобы они стали прокурором. Воспитать, да, и поставить на посты прокурора. Ну, тем не менее... Хорошо, а вы верите в то, что все-таки будет какой-то результат вот этих задержаний? Это же не первая волна, просто сегодня очередной, да, скажем так, показательное выступление. Вы знаете, результат, конечно, будет, хотя бы потому, что эти задержания должны продемонстрировать, что нахождение во власти не является вечным, и уйдя из парламента, или откуда там, лишившись депутатской неприкосновенности, можно нарваться на проблему. А я все-таки повторяю, обществу не нужны маски-шоу, обществу нужны приговоры, вынесенные независимым справедливым судом. Даже если это оправдательный приговор, но это должен быть независимый суд, чего у нас, к сожалению, пока нет. Поэтому мы имеем то, что имеем, беглецов и тут, и там, и маски-шоу в стране, но вот до независимого и справедливого суда нам еще плыть и плыть. Хорошо, господин Антой, ну будем надеяться, что ветер перемен, да, будет к нам благосклонен. Вы как журналисты делаете свою часть. Я как депутат стараюсь. Мы свою часть, вы свою часть. И хотелось бы больше транспарентности, хотелось бы больше диалога. Я обращаюсь к вам, господа парламентарии, господа депутаты, идите на контакт. Мы же приглашаем не ради красного словца. Мы хотим донести до людей правильную информацию. Очень большие у нас проблемы в информационном пространстве, да, подается только то, что необходимо. Но с такой точки зрения. Поэтому я апеллирую к вам, как депутату, посодействуйте, пожалуйста. Передам. Хорошо, спасибо вам огромное, господин Антой. Я вас благодарю. Уважаемые господа, я с вами прощаюсь, но перед этим хочу сказать, что все упомянутые сегодня персонажи, все упомянутые лица нашим гостям в студии имеют право на реплику. Обращайтесь, пожалуйста, в нашу редакцию. Всего вам доброго. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. И до новых встреч. До новых встреч.